Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Юрий Аксёнов, это геймплейный обзор на игру Five Nights at Freddy's 2. Всего лишь два дня пришлось нам подождать, чтобы данная игра появилась в магазине приложений Google Play. Ну а два дня назад она вышла в Steam. Данная игра представляет из себя продолжение знаменитого и популярного хоррора про охранников пиццерии. Ну что ж, давайте отправимся в игру. Здесь нам снова нужно отработать смену, то есть просидеть с 12 ночи до 6 утра. Нам будет в начале каждой смены звонить наш друг, который будет рассказывать нам о том, что здесь происходит. Точнее, наверное, не друг, а работодатель. Что здесь касается управления. С помощью нажатия в левую и правую часть экрана мы можем, собственно, поворачивать камеру для того, чтобы видеть, что здесь происходит. Здесь есть вот такие вот вентиляционные люки, оттуда тоже могут полезть на нас ужасные ожившие куклы. Чтобы включить фонарик, необходимо нажать на центр экрана, и тогда вы сможете светить вперед им и видеть, кто перед вами. Здесь нету двух дверей, как это было в первой части. Здесь есть одна дверь и два вентиляционных отверстия. И это ни в коем случае не закрывается. То есть спрятаться и укрыться у вас не получится. Но вообще, на первый взгляд, игрушка стала более реалистичной. Чтобы спрятаться от монстров, вам необходимо одеть вот такую вот маску медведя и сидеть в ней. Тогда большинство монстров вас не тронет. Точнее, не монстров, а живших механических кукол-роботов. Здесь также имеются камеры, через которые мы можем смотреть. Мы также можем включать свет теперь в комнатах для того, чтобы лучше их разглядывать. И благодаря этому находить их вовремя, отслеживать и спасаться. Что здесь еще появилось новое? Здесь появилась музыкальная шкатулка, которую нужно будет заводить. Сейчас она пока что еще завод не теряет. Но вообще нам придется сюда возвращаться и нажимать вот на эту кнопочку, удерживать ее, чтобы завести ее и музыка продолжала играть. Наш собеседник по телефону объясняет это тем, что якобы игрушечные роботы, вот эти животные, привыкли к тому, что эта музыка играет. И поэтому, когда они не слышат музыку, они начинают бродить по пиццерии и искать звук. И первое, куда они приходят, это в комнату охранника. То есть это нам не на руку. Поэтому лучше заводить, собственно, данную штуковину. Совсем скоро наши вот эти вот друзья в виде мишки, зайчика и птички отправятся блуждать по пиццерии и будут нас очень сильно пугать. Естественно, помимо этих персонажей здесь есть и другие. Здесь есть и лисичка и другие ужасные существа. В том числе и Пиноккио, который ужасно и очень сильно сможет напугать вас. Вот, собственно, катушка, блин, шарманка наша теряет завод и нам необходимо ее подзаводить. Когда это начинается, то совсем скоро, значит, наши друзья начнут ходить и бродить. В общем, действия вот такие вот от вас здесь будут требоваться. Игрушка очень страшная. Я уже снял два летсплея по данной игре. Кому интересно, можете посмотреть на мой мини-кирпичный завод на моем втором канале. Ссылка на него, кстати, есть в описании к ролику. Если вы туда подпишетесь, то я буду тоже вам очень и очень сильно признателен. Игрушка очень атмосферная. Она достаточно неплохо оптимизирована для мобильных устройств. Но, в принципе, здесь особо-то каких-то сверхтребований в ней нет. Экраны в основном достаточно статичны. И поэтому, наверное, и игрушка идет достаточно хорошо и плавно. Так быстрее заводим. Я не хочу, чтобы меня снова напугал какой-то ужасный чувак в маске. Поверьте мне, если вы не будете заводить шарманку, то напугаетесь вы очень и очень конкретно. Кстати, здесь очень важным элементом в игре является то, что нужно слушать звуки. Вы услышите, когда данные куклы-роботы полезут к вам через вентиляцию. И сможете вовремя вот так вот одеть маску, чтобы спрятаться от них и выжить. На мой взгляд, вторая часть стала еще страшнее, еще интереснее. И поэтому все-таки в эту игрушку поиграть я вам рекомендую. Она действительно стоящая, страшная. Но, конечно, многие не понимают данные игрушки. Говорят, что за бред. Какие-то статичные экраны, какие-то вылетающие просто скримеры. Но, в общем, как говорится, на вкус и цвет товарища нет. А мне игрушка очень и очень понравилась. Продолжение следует...